Будут или нет платить больше за отопление жители региона, ряд связанных с этим вопросов рассматривают члены комитета Булдумы по ЖКХ. В связи с введением с 1 января 2017 года новых нормативов, числа в квитанциях могут резко вырасти, в первую очередь у жителей малоэтажек, опасаются депутаты. В региональном правительстве поясняют, есть возможность отсрочить изменения. Постепенный переход на новые нормативы можно осуществить до 2020 года. 1 января 2017 года в Ярославской области останется все по-прежнему. Будут действовать старые нормативы и роста ни в Ярославском районе, ни в других районах не произойдет. У нас есть предложение еще раз комитетом рассмотреть в будущем году. Когда у вас будет постановление, вы нам изложите саму позицию. Рассматривали также и планируемые изменения в федеральный закон о теплоснабжении. С нового года они могут коснуться прежде всего областного центра. Документ предполагает, что теплоснабжающим организациям установят предельный тариф, оставляя за ними право выставлять счет по более низкой стоимости. Но в случае, если организации решат использовать пределы по максимуму, это может привести к дополнительным затратам из бюджета или росту платы населения. Поэтому депутаты предложили властям разработать стратегию реализации закона на территории области. При нормальном регулировании и правильной стратегии этот закон даст много преимуществ, поскольку устанавливая предельные максимальные тарифы на тепло, он позволяет регулярным организациям продавать тепло по любому тарифу ниже предельного. Рассмотрели и реализацию программы энергоэффективности на территории области. В 2016 году и на 2017 год из бюджета области финансирование программы не производится. Потенциал энергосервисных контрактов в части самого выгодного, это уличного освещения, просчитали 345,8 миллиона рублей. Время еще есть и бюджет на следующий год еще не сверстан, не все программы еще сверстаны. Это, наверное, выработать конкретные предложения по включению в программу. Это и по уличному освещению, это и по отоплению. Надо ставить четкие задачи по годам. Сколько заменить, за счет чего заменить и кто ответственный. Также депутаты одобрили изменения в закон о капремонте и актуализированную программу, составленную с учетом предложений муниципалов. Нина Колтина, Денис Лосев, День в событиях.